Материнская заболеваемость и смертность Материнская заболеваемость 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 Это Американское общество буша и любви некологов, и вот как раз вчера только мне прислали, спасибо, последнюю редакцию Тайковского протокола по профилактике послеродового кровотечения 17-го года, где еще раз указано место баллона. Это Общество Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Французское общество, Российское общество и, конечно же, это Всемирная инвестиция, которая включила баллонную топонаду непосредственно в набор мероприятий постановки послеродового кровотечения. И вы знаете, что с 12-го года баллонной топонады входит еще и в набор стандарта оказания помощи в России по приказу 572. Вопрос об эффективности, конечно, сейчас трудно говорить, да и нет времени обсуждать баллон, скажем, и эмболизацию. Во-первых, эмболизация не всем доступна, этот метод достаточно требует серьезного оборудования центра, поэтому лучше сравнить с компрессионными швами. Так вот, что выясняется, эффективности практически одинаково, чуть-чуть, может быть, баллон немножко более эффективен, чем компрессионные швы при лечении послеродовых кровотечений, связанных с сатанией. Ну вот, эффективность баллона топонады колеблется от 70 до 100%, причем, заметьте, она не зависела от того, какой баллон применялся. Вот Бакли показал 100%, Фолей показал 100%, ну и даже импровизированный баллон, сделанный на основе фондома, тоже показал 100% эффективность, причем и достаточно большого числа наблюдений. Значит, не только лишь в форме баллона имеет значение, но и, наверное, в показаниях, которые могут определять эффективность баллона и топонады. Ну вот, говоря о том, что эффективен баллон при гипотонии и при расслабленном нижнем сегменте, особенно при предлежании в растании, надо сказать, что эффективность баллона, это показывает исследование 16-го года, оказалось практически одинаковым. Он эффективен и при гипотонии, и при ситуациях расслабленного нижнего сегмента после того, как там находилась плацедия. Могут ли быть противопоказания баллона и топонады? Ну, теоретически, конечно, не могут быть. Но это редкие ситуации, когда непосредственно пациентка будет реагировать на материал, из которого сделан этот баллон. Конечно, он будет неэффективен и при разрыве матки это бессмысленно его использовать, хотя как временный мер он может быть использован. Остальные противопоказания, указанные на этом слайде, они являются относительными, то есть не являются абсолютным противопоказанием к тому, чтобы этот баллон был использован. Каков механизм действия баллона? Ну, вот разные исследователи считают, что механизмов у него несколько. В частности, это создание давления внутри полости матки, которое превышает системное артериальное давление. Это гидростатически непосредственно сдавливающий эффект на сами артерии и повышение жесткости растянутой стенки матки. Кроме того, по нашему мнению, еще имеет большое значение тот самый рефлекторный эффект. Помните, мы когда делаем речной артерии матки, и вот это старое название массаж матки на кулаке, вы видите, почему сокращалась матка, когда мы сокращали ее на кулаке? Это рефлекторный ответ. Точно такой рефлекторный ответ дает непосредственно расположение баллона у матки. И еще очень важный момент. Матка сильно растянута, ее связки сильно растянуты. Я всегда привожу пример. Если вам нужно сдвинуть шкаф или какой-то комод тяжелый, да? Если у вас нет опоры, если вы не опираетесь ногами в какую-то поверхность пол, и у вас не скользят ноги, вы сдвинете шкаф. То же самое здесь. Если растянутый связочный аппарат матки после рода, она не сможет сокращаться эффективно до тех пор, пока связка не получит опору. Такую опору дает баллона. Ну, на этом слайде вы видите разные варианты баллонов. Как видите, большинство из них представлено для разных целей. В частности, РАШ это урологический баллон. Это БЛЭКМОРАН баллон для сжатия ветпищевода. Стандартный, хорошо вам известный катетер фолееводу. Баллон БАКВИ. И импровизированный баллон на основе кондома. Кстати, в развивающихся странах эффективно используют этот вариант баллона. В России, вы знаете, баллон отличается. Дело в том, что все баллоны, которые вы видели только что на слайде, они имеют сокрытый контур. То есть, туда накачивается заданное количество жидкости. Оно может быть плюс-минус в зависимости от дизайна баллона. Но это заданный объем. А матки все разные. Вы же понимаете, что у одной женщины матка может быть и на 4 килограмма ребенку, у другой надо 500 окровить, может и та, и другая. Хотя понятно, что пиростянутый будет кровей больше. В России используются баллоны-тампонаты с открытым контуром, которые имеют свои особенности. И возникает вопрос, может ли открытый контур в принципе работать. Накачал 500 мл, да, кажется, что это будет работать. Может работать. И этому есть доказательство, которое было сделано очень давно, еще в 1648 году. Вы хорошо помните из учебника физики школьного, как Паскаль разбил бочку тем, что бочку наполненной водой, добавил всего лишь 2 кружки воды, но наливал на с высоты второго этажа. И бочка не выдержала. Это говорит о том, что зависит не только от объема жидкости, но зависит еще и от того, какой столб жидкости, высота. И это очень важно учитывать, когда мы работаем с открытым контуром баллона. Средняя объема жидкости, которая требуется в стандарте, это где-то 250-300 мм. Это редко, когда он превышает какие-то более значительные объемы. При этом мы должны понимать, что уже 40-45 мм этого водного столба обеспечит наверняка уже снов кровотечения. Поэтому сегодня уровень определен в 50 см, который стабильно, подавляющая большинство женщин, обеспечит работу баллона. Первые признаки появляются достаточно быстро, где-то в течение первых 10-20 минут. И мы это видим по тому, как начинает работать. Те, кто работает с баллоном, уже знают, что постепенно уровень жидкости начинает вдруг понижаться, а затем обратно восстанавливает свой уровень. Это связано с тем, что схватка в матке. Возникает схватка, затем она расслабляется. Это подтверждает, что матка работает, мы можем с баллоном работать, менять его уровень. Если уровень поднимается на несколько делений, в частности на два деления, мы можем этот баллон сдвигать для того, чтобы обеспечить более эффективное сокращение матки. И до тех пор, пока баллон не будет уже, лишняя жидкость будет слита. На этом слайде вы видите последовательность проведения управляемой баллонной терпанаты с помощью того самого баллона с открытым контуром. Новое, что есть у нас, относительно новое, хотя мы уже это использовали в России достаточно давно, это баллонная терпаната при кесово-сечении. Отличным является то, что мы в баллон устанавливаем ретроград со стороны разреза, вводим его. После чего баллон, после чего производится, чаще всего все-таки некоторые врачи начинают зашивать, но мы уже наполнив баллон, но в большинстве случаев все-таки рекомендуется сначала восстанавливать целость матки, а затем заполнить баллон, обеспечивая топонаду на оставшееся время операции и после операционный период, когда женщина будет уже транспортивна в послеоперационную палату, где топонады будут продолжаться. Остальные действия, так же, как и при влагалищном варианте, топонады после влагалищных родов. Какие могут быть осложнения? Ну, осложнения теоретических, конечно, возможны. В частности, что боятся врачи, это возможность перфорации матки, но это возможность очень низкая, это более чем одно наблюдение на 1000 предполагается, и необходимо просто соблюдение техники, чтобы этого не произошло. Перфорация может произойти только при истончении стенки матки. В частности, вот в 2012 году было описано наблюдение, когда пытались провести баллон и топонад у пациентки на 18-е сутки после родов. Но там была особенность, она заключалась в том, что женщина поступила с остатком плацентарной ткани. Было предновыскапливание, и не одно, потому что им не удалось сразу удалить плаценту. А после того, как они удалили плаценту, началось кровотечение, и поставили баллон в бакри. Бакри, значит, опять же, 500 мл жидкости, и что было обнаружено, кровотечение продолжалось, несмотря на 500 мл бакри, на 18-е сутки после родов, они сделали обратное, что они увидели. Увидели, что баллон пролобирует в широкую связку. Он просто растянул надорванную, как можно предположить, в результате выскапливали стенку матки и пролобирует полностью вызов этот разрыв. Но виноват ли в этом баллон сам? Навряд ли в этом виноват сам баллон, скорее всего, он только спровоцировал расползание раны, которая уже была сделана кюре. Второе возможное осложнение, это прошивание баллон. Ну, это не осложнение, это техническая проблема. Если баллон вы неудачно прошли во время зашивания стенки матки, тогда действительно, в принципе, с появлением опыта врачей, этот технический дефект уходит на нет. Просто врач, зашивая стенку матки, понимает, что внутри баллона. Ну и, наконец-таки, вот то, что действительно имеет место быть, это тоже ускорение осложнения технической особенности, это неправильное расположение баллона, либо же его смещение в результате того, что он не удержался в полости матки. Это может встречаться с какой частотой? Ну, по данным литературы, колеблется от 8 до 20%, в среднем около 10%. Не такой маленький процент. 1 на 10 смещение баллона. Для нас это важно, потому что если баллон сместился, то кровотечение вполне может продолжаться, при этом оно еще может быть не диагностировано в свое время, так как баллон тампонирует выход из матки. Поэтому правильное расположение баллона, чтобы он эффективно работал. И недопущение его смещения является очень важным аспектом проведения баллонной тампонаты. Причем съезжают баллоны и Раш, и Бак-Ри, и может наш баллон съезжает. Поэтому контроль расположения и удержание баллона, если используется стандартная техника. Реже, если терять в организме ситуация, когда накладываются окончатые зажимы на шею матки, чтобы фиксировать баллон и не держать его с помощью персонала. Так вот, при истинной гипотонии очень высокая эффективность баллона тампоната. При истинной гипотонии она приближается в 100%. Но вот как обеспечить это в 100%? Какие возможны причины, когда баллон не работает? Или плохо работает? Прежде всего, это опоздание с началом терапии, ошибки в ведении расположения баллона, несовременнее технологии, или же это другие причины кровотечения. Но это не удача баллона, это просто ошибки. Что влияет на эффективность баллона? Время введения баллона. Мы действуем по правилам. Ручное обследование у тератоники бимональной компрессии. Здесь правило совершенно хорошо известно. Не надо делать повторную компрессию. Не надо использовать безошли, беспорядочно вводить препараты сокращающего действия, если не сработало то, что положено по протоколу. Ну и наконец-таки, тест с тератониками. Если вы вводите руку, проводите бимональную компрессию, видите, что матка не сокращается, чего ждать. Это как раз время, когда надо устанавливать баллон. Вот это исследование показало, что чем раньше мы начинаем терапию, тем меньше вероятность более осложненных действий. Посмотрите. Раньше терапия, позже терапия. Гемотрансфузия чаще, палатодисинтерапия чаще. И что неприятно, еще чаще возникает необходимость гистеректомии. Или вот еще одна работа. Чем меньше кровопотери, тем более эффективен баллон. Если меньше 1000 литров, по данным этого исследования, баллонная темпонада была эффективна в 100% наблюдения. Когда кровопотери была уже, 1500 только 50 на 50% эффективности. Поэтому, на наш взгляд, баллон не следует рассматривать как мероприятие второй линии. Баллон должен быть отнесен к мероприятиям первой. То есть, как только вы закончили ручной и средней полости матки, убедились, что нету остатков, нету разрыва, но нету 100% эффективного сокращения матки на лотературе. Это время установки баллона. Фактор времени. Сколько времени баллон должен находиться в полости матки. К сожалению, скрыто там под слайдом, то, что провели сравнение. Баллон Бакри по классике устанавливался на 12, даже до 24 часов. А это следует показалось, что от 2 часов до 12, в зависимости от ситуации, эффективность будет такая же, как от 12 до 24. Поэтому вопрос в том, сколько должен стоять баллон. Он должен стоять столько, чтобы вознаграждать кровотечение. Это обычно достаточно первые 2 часа. Потому что 2 часа – это время, которое при нормальной коагуляции обеспечит образование сгусток в зоне плацентальной площадки. После этого, в принципе, нет смысла продолжать тампонату, если кровотечение прекратилось и сгустки уже завершились. Какие факторы надо учитывать при решении вопроса о том, что баллон может ударить? В первую очередь, конечно, клиника, количество выделений с половых путей, состояние подсветки и состояние системы гемостаза. Чтобы быть уверены, что нету второго компонента кровотечения. Что баллон наберем, если гемостаз не работает, к сожалению, может быть и возобновление кровотечения. Вот в этом исследовании было показано, что минимальный уровень фибриногена к этому времени должен быть не меньше, чем 1,7 граммов. Ну, то есть, те самые 2 грамма в литре будут показатели, когда мы можем принять решение отказаться от продолжения терпаток. Еще один вопрос, который надо осветить, это то, что сегодня очень важно, то, что мы не привыкли, мы об этом мало знаем. Мы привыкли, что матка снабжает матчинкой артерии, поичниковой артерии, ну и, может быть, круглые связки, да, артерии круглых связок. Этого недостаточно. Матка имеет 2 уровня кровоснабжения, которые имеют множественные астомозы между собой. И нижние отделы матки. Нижний, как раз расслабленный сегмент, снабжает не только матчиную артерию, но и цивиликальную артерию, и влагалищные следы, и артерию. Посмотрите, как развита сосудистая сеть матки. И вот эти нижние все сосуды, они имеют очень большое количество астомозов, не только это сосуды, происходящие из системы внутренней подзошной артерии, они еще имеют новые астомозы с сосудами наружной артерии. Поэтому неудивительно, что по своей эффективности перевязка внутренней подзошной артерии не является стопроцентной. Она тоже делает где-то 80-90-95% в зависимости от того, кто автор описывает. Почему? Вот эти астомозы не дают возможности прекратить кровотечение. Они берут на себя роль кровоснабжения матки, потому что это достаточно серьезные большие сосуды. Что происходит при баллонной топонаде? Маточный модуль. Мы забираем именно этот уровень сосудов, обеспечивая остановку кровотечения. А вот этот уровень, который обеспечивается как раз нижними отделами матки, он оказывается не прикрыт баллонам, которые находятся в матке. Поэтому был разработан, и не только в России, был разработан влагалищный модуль для управляемой баллонной топонады. Основные цели применения это именно обеспечение профилактики остановки кровотечения из нижних отделов матки и повышение эффективности баллонной топонады путем обеспечения опоры для матчного баллона. Мы говорили, что каждое десятое напряжение в среднем сопровождается рождением матчного баллона преждевременно. Поэтому матчный баллон, влагалищный баллон как раз направлен на эти цели. Выглядит он следующим образом. Это модуль, который вводится вот в манжетер непосредственно во влагалище, до влагалищных сводок. Затем манжета раздувается, тем самым придавливая боковые стенки таза, сдавливая, смещая сосуды, и обеспечивая опору для матчного баллона. Есть соответственно двухбаллонная техника. Сначала вводится матчный баллон по всем правилам, затем устанавливается вагинальный модуль, у него есть достаточно большое дверствие, по которому можно ввести, одеть этот баллон на вагинальный модуль. Затем заполняется в первую очередь вагинальный модуль, а затем заполняется матчный модуль, который как раз получает эту опору. здесь имеется расстояние, потому что диаметр, внутренний диаметр вагинального модуля составляет 19 мм, этот 7 мм, 12 мм для того, чтобы проводился дренаж выделений из матки, мы могли контролировать состояние кровотечения. При кесарном сечении тоже можно и возможно, и умеем, этот уже сегодня опыт достаточно большой, использовать при кесарном сечении. При этом сначала устанавливается вагинальный модуль, затем, он несколько потери с назад, для того, чтобы было удобнее вводить маточный модуль, устанавливается ретрогадрад, так же, как обычно, маточный баллон, затем заполняется вагинальный модуль, а все заполняется первым, зашивается макро. Все остальные этапы проходят уже после операционного периода, так же, как это было бы и после проводов. Могут ли быть какие-то проблемы? Да, те, кто уже ставили баллон, особенно в ситуации кровотечения, наверняка уже сталкивались с ситуацией, что хочешь, не хочешь, но во время кровотечения она кровит. Ты ставишь баллон, в это время кровотечение продолжается. Ты раздуваешь баллон, ты не всегда уверен, что кровотечение за баллоном уже остановилось. Поэтому в этих случаях тоже есть свое решение. И можно не зашить до конца, оставить окно, через которое проконтролировать ситуацию. При необходимости можно баллон и приспустить, освободить полость марки от сгустков и вновь его заполнить. Если же кровотечения этого делать не надо. Таким образом, что мы сегодня имеем с двухполонной терпанатой? Это достаточно просто. Это достаточно просто. Это может на начале любой доктор. Не надо ждать, когда приедет сосудистый хирург и перевяжет внутренне воздушной терпанатой. Мы уже можем действовать. Это возможность профилактических действий. То есть, если мы прогнозируем возможность кровотечения, то мы и баллон ставим за благовременно. То есть, при кесарном сечении вагинальный модуль ставится до начала операции. Ну и, конечно, снижается объем кровоподелий, соответственно, уменьшается частота гемотрансфузии и, вероятнее всего, мы будем иметь меньшую частоту гистерпектомии. Кроме того, это достаточно экономично, потому что возникает вопрос, баллонс дорого стоит. Да, он стоит достаточно дорого, но экономия будет заключаться в том, что мы не будем тратить плазму, не будем тратить кровь и снизить цепой ходить. Ну и, конечно, есть определенные преимущества и в социальном аспекте, потому что пациентки уйдут здоровыми, ну, хотя бы восстановленными. Спасибо.